С 2015 года в Федеральный закон о несостоятельности банкротства были внесены изменения, согласно которым списать свою задолженность и признать себя банкротом могут уже не только юридические лица, но и физические, в том числе лица, которые находятся на пенсии. Как правило, банки с большим удовольствием выдают кредиты и займы пенсионерам, так как у них имеется стабильный доход – пенсия. Однако бедные пенсионеры очень часто попадают в зависимость и кабалу перед кредитными организациями за счет непосильных процентов. Всем привет! Меня зовут Татьяна, я начальник юридического отдела «Делу время». И сегодня я постараюсь вам рассказать о специфике и проведении процедуры не просто физического лица, а пенсионера. Ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь, и мы с вами начинаем. Итак, что нужно для того, чтобы пенсионер смог инициировать процедуру банкротства и списать свою задолженность? Ну, во-первых, у пенсионера не должно быть возможности выплачивать долги, они для него не посильны. Второе – иметь такие основания, как утрата трудоспособностей, потеря кормильца, потеря дохода и так далее. Скажу сразу, в ходе рассмотрения дела суды, как правило, очень лояльно относятся к пенсионерам и рассматривают их процедуры в достаточно кратчайшие сроки. И это является очень большим плюсом. А теперь рассмотрим и другие плюсы процедуры банкротства пенсионеров. Хочется отметить, что пенсионеры в процедуре банкротства смогут списать не только свою задолженность перед банками и микрокредитными организациями, но и задолженность перед ЖКХ и налоговую задолженность. Так почему же пенсионерам все-таки выгодно банкротиться, ведь, казалось бы, они потеряют свой единственный доход? Хочу сразу сказать – нет. Размер пенсии, к сожалению, у нас в стране равен прожиточному минимуму. А прожиточный минимум в конкурсную массу не включается. Считаю также важным напомнить, что долги пенсионеров переходят по наследству, а наследники, которые вступают в права наследования, отвечают и по обязательствам умершего человека. Но списание долгов через процедуру банкротства при жизни пенсионера уже освобождает наследников от всех выплат. Поэтому хотелось бы посоветовать всем пенсионерам, если имеется такая возможность, и вы подходите под процедуру банкротства, все-таки списать свои долги в процедуре, чтобы не передать, например, с наследственной квартирой все долги, связанные с ней своим наследником. Как, например, это сделала одна из наших клиенток Анна Петровна. Очень часто задается вопрос, а что же будет с имуществом пенсионера в банкротстве? Если имущества нет, то и продавать, соответственно, будет нечего. Если имущество есть, то отчаиваться также не стоит. Не забываем, что единственное жилье у нас в конкурсную массу не входит и, соответственно, в пользу кредиторов не продается. К примеру, если вы владелец единственной квартиры, то продать ее не имеют права. А что же у нас происходит с пенсией? Во время процедуры банкротства часть пенсии будет удержана в пользу кредиторов, но удерживать будут только тот доход, который выше пенсии. То есть, например, если у вас пенсия 18 тысяч, а прожиточный минимум составляет 15, следовательно, все, что свыше 15 тысяч, будет удержано в конкурсную массу. Однако еще один нюанс о процедуре банкротства пенсионеров. Как правило, им жизненно необходимо какое-то лечение или дорогостоящие препараты. Так вот, то, что идет выше прожиточного минимума от пенсии, мы стараемся также исключить из конкурсной массы на лечение и лекарства. А как же получить пенсию во время процедуры банкротства, спросите вы. Очень просто. Арбитражный управляющий выдаст вам разрешение, на основании которого раз в месяц вы сможете получать свою пенсию. Вот и все. Но как только процедура банкротства будет завершена, то все выплаты, в том числе пенсии, вы будете получать в полном объеме без всяких разрешений. Итак, подводя итог, хочу отметить, если вы живете на пенсию, а долги стали для вас совсем неподъемными, то знайте, что Федеральный закон номер 127 помогает и пенсионерам, в том числе, списать свои долги. Для записи на бесплатную консультацию нажмите на первую ссылку в описании под этим видео. А на сегодня, мои хорошие, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои вопросы в комментариях. А мы с вами увидимся уже в следующем видео. Всем пока!